А там в тумане все, в низинке. Сейчас соберусь и дальше. По горам короткаться. Вот первое утро после дождей. Такой туманчик в низине. О, машина едет даже. Надо спрятаться. Вот после шторма сутки уже идет дождь. Заночевал здесь в оливковом поле. Сижу сутки уже. А это вот дорожка моя. Туда вниз. Сломался у компьютера дисплей. Надеюсь, что только дисплей. Но он включается и разлом компьютер не показывает. Видимо, дорог этих хрымских. Ну и тут кочки-то еще похлеще. Не выдержал. Горы все. Вот дождик опять усиливается. Расслабление максимум на 15 минут. И потом снова. Но шторм я выгодно использовал. Когда был самый ветер. Ну, было ночью, конечно, самые ветра. Ну, и потом весь день дует. И я в спину он у меня был. И вознес меня сюда. Легко. Так, все, надо уходить. Кабаны сюда приходили. Здоровые. За желудями вон туда. Под дуб. Но они на людей-то не нападают особо. Только когда мамка своих детей может защищать. Хотя, всякие кабаны бывают. Как и люди. Просветы появляются. Радуга. Сижу уже ровно сутки тут. Вторая, да, ребята. Завтра утром должен уже погатеть дальше. Ну, вот место моей двухдневной ночевки. Сейчас утро 8 часов. Чуть позже еду. Надо подсушить на солнышке. Тент, палатку. Туманчик почти прошел. Только тучи над высокими горами остались. Ночью в 3 часа опять кабан приходил. Вернее, стадо кабанов. Но той ночью я встал от дождя закрыть палатку и наткнулся на кабанячью задницу. Прямо передо мной он повернулся ко мне. понюхал и бежать вместе со всей стаей. Вон у них какашки прямо тут возле меня. Они тут оливки собираются. Не знаю, как они их едят. Они же горькие. Ну и дубы здесь, желуди. Тут надо мной шишки. Может они шишки эти едят, что-то там семена. Вот это кабанячьи. А тут еще и маленьких кабанов. Но тот, который мне лицо понюхал, метра два был. Вот думаю поехать туда вниз по этой дорожке туристической какой-то. туристы туда все ходят. Ну раздолбанная. Или вернуться и по трассе. Но наверное поеду все-таки туда. Раз места заповедные. Так, энергии мало уже. Поэтому кончаем видео. Мездышко чье-то упало. Дерево, под которым я спал с огромными шишками. Это очень сильно огромное. Нет, у там кедра точно. Все. Собрался. Покидаю свое двухдневное почти жилище. и туда вниз через горки. Поеду все-таки пока по каменистой дорожке. Кто-то кабаны валят забор так, чтобы бегать сюда за желудями. Да, когда они тут здоровые, таких здоровых не видел. И вот по такой дорожке комод показывает сайт комод по его дорожкам. Оказывается, что это нормальная дорога. Попробуем. Для МТБ-шников. У меня-то гибрид. Ох ты, блин, не знаю, там вообще каменники пошли. Или можно вернуться и ехать по асфальту чуть в объезд. Да ладно, справимся. Спускаться-то ладно, подниматься по какой придется. Будем надеяться, подниматься будет лучше. Дисплей на компьютере у меня уже сломан. Теперь главное компьютер еще, правда, не сломать. Так что, тоже трясти особо не стоит. погодка. Погодка отличная. Жара спала после дождичка. Отлично ехать. Чуть подсохла дорога. вот ты, блин, перевернуться. сбоку вроде есть более-менее. С утра несколько МТБшников туда промчалось. Меня больше беспокоит подъем, который меня ожидает. Тут надо не упасть на камнях. Так сказать, взнешься и все. Трасс я упал перед Лейпцигом по такой же примерно. Нормально так. Дело что он не порвал. И сзади до краевой были. Хотя вроде притормаживало, скорость была действительно она охранна сразу. Ну вот тут вроде получше дорожка. Не надеяться. Вот эти красоты открывались у меня перед палаткой. Так это у нас что растет? Уже собрали урожай. А то я все фрукты съел. Еще все съел почти. Ого, а там дерево упавшее. Вот это вот нормально. Причем хорошо такое упавшее. И как я сейчас должен ехать? Такое впечатление, что его специально повалили. Да не специально. Ну блин мне с багажом сейчас перелазить это ужасно. Да что делать? вот. Вот. Вот.